Ну вот у нас в гостях Малена, всюду театр, всюду театр, наш сценарист Фёдор. Мы как раз обсуждаем, как сделать такой уникальный контекст. Вообще на самом деле в мире такого не будет, сейчас увидите почему. Потому что самое главное, как ты говоришь, Фёдор, соединить сущность человека с его личностью, в том смысле, чтобы он был целостным, чтобы он был счастливым в жизни, мог бы даже стрессы, которые у него возникают в жизни, перенаправлять на решение важнейших его жизненных проблем, творческих каких-то, бытовых проблем. И там мы сделаем союз наш. Это будет такой интересный союз, когда, как ты замыслила, вот мы говорили сейчас, вот, для детей там и для... Мне кажется, нам надо, да, сначала попробовать это в виде свободной игры с детьми провести, а потом уже придумать форму театральную. То есть сначала попробовать это в виде тренинга с детьми. Но ты это проводишь, ты это проводишь, а там у тебя детишки какого возраста? Вот, ну у меня спектакли для детей совсем маленьких, и от двух лет, вот. Но самые старшие к нам приходят в 12 лет. А родители там бывают? В 12-13, родители, да, тоже, они на спектакле. Туда бы еще наш методико, например, игра в космонавта, где человек легко очень выходит на состояние такое творческое, и поставил себе какую-то задачу. Например, у него завтра за счета диссертации. Или ты сценарий пишешь? Я вообще, меня вот видится это так, что это может быть какая-то постановка с эпизодами, в том числе с несколькими эпизодами. То есть может быть эпизод про космонавтов, может быть эпизод с детьми, и может быть какой-то ключевой финальный эпизод, выявляющий или дающий инструменты зрителям для выявления сути, собственной сути, для гармонизации личности и сущности по вашей методике. В том числе с волшебной таблеткой. Да, и с волшебной таблеткой. А волшебную таблетку можно дать на закуску, как на славу, на диссерт. Вы говорите, я, например, про волшебную таблетку... Слушай, это удивительная штука, когда зритель, например, сидит, ну там 500 человек сидит в театре, смотрит спектакль, да? Да. И в этом спектакле актеры играют, свой спектакль играют, и там один другому рассказывают. Ты знаешь, вот я был там у психотерапевта, к примеру, да? И он мне пояснял, как мне найти себе свою волшебную таблетку, да? Какая она должна быть? Но я не хочу там все секреты сейчас, вот. Но дело в том, что там он... И какая-то таблеточка, запах, какой звук, какой у неё там и прочее. Чтобы когда он попадает в стрессовую ситуацию, раз её мысленно проглотил, ему сразу стало легко. Да, то есть тот образ, который будет всегда с тобой, и в нужный момент ты можешь воспользоваться. И он тебе принесёт те чувства, да? Да, но самое главное, это зрители, зрители увидят спектакль, ну, какой-то спектакль. И там маленький кусочек посвящён этому действию. И зритель, который смотрит спектакль, невольно смотрит. Слушай, это интересная штука. Ну-ка, я тоже попробую. И у него тоже получится. Но это будет его собственная таблетка, а не которая вот прямо изнутри у него родится, которую он потом сможет использовать в жизни как навык, да? Это интересная штука. Синтез получается и искусство. Ну, кстати, был «Пеппи, длинный чулок». Я в детстве играла в этом спектакле, в театральной студии. У нас был момент, где мы садились, значит, Томми, Аняка и Пеппи на одно колено и ели мысленную таблетку, говорили. Я пилюльку проглочу, старым стать я не хочу. И я это вспоминаю очень часто, когда качаюсь на качелях с дочкой, всегда вспоминаю. А ты знаешь, что, оказывается, сейчас вот эти вот люди, которые уже и в очень большом возрасте, они мечтали бы опять о молодице. Ну, там гормоны включатся и так далее. Очень влиятельные персоны в этом мире. Да, да, а в Англии есть сейчас вообще миллиардеры, которые хотят жить в бессмертии, да? А мы такой молодильной ямлочкой, такой вот, типа волшебной таблетки. Потому что очень многое зависит от того, чтобы люди могли правильно включать свои энергии. Потому что вот, ну, как мы и научились чистить зубы, мыть руки, а это могли бы людям дать, всем, всем, чтобы они тоже такую психодигиену делали за секунды. Утром, днем и вечером, дозируя, дозируя вот этот вот механизм, могли бы приводить себя в порядок. Могли бы себя находить в таком состоянии хорошем. И гормоны включились, эндорфины включились. И все это сделать в виде игры, но, да, как все психологи говорят, ролевые игры, да? Но в данном случае речь идет о том, чтобы это была и уж общенная игра, а не навязанная какая-то, да? Да. Вот этого в мире нету, поэтому сейчас, да? Правда же, интересно будет. И там у нас несколько таких ресурсов потрясающих. Слушай, мне так эта идея нравится, вообще, чтобы спектакль любой, или кино, чтобы там был маленький эпизод, еще был полезен для зрителя. Не только как зрелище, да, а чтобы он еще позу себе извлек, да? Нравится тебе, да? Ну, ты же сценарист, это тоже нравится. Слушай, давай сделаем. Когда мы в следующий раз встречаемся? Давайте на следующей неделе. Давай на следующей неделе. А мы еще кое-что покажем тогда, да? Кое-что покажем. Ну, это будет потрясающе. И до творчества, и до здоровья. Потому что люди же только и не знают, как коротким способом, в условиях, когда надо быстро принять какое-то верное решение, в условиях жестких временных ограничений. Они тогда смогут использовать то, что мы покажем и в виде спектакля, и в фильме, и в виде наших занятий по методу ключа, чтобы они могли научаться очень быстро регулировать свое неально-психическое напряжение. И самое главное, не только расслабляться, а чтобы могли энергию стресса от любой неприятности, вдруг у него напряжение какое-то, перенаправить на решение своих ранее недоступных задач.